Дорогие, очень рад быть в этот вечер вместе с вами, так традиционно на молодежных конференциях. В субботу вечером я проповедую, и как правило я беру такую тематическую проповедь, где какая-то есть такая серьезная, как правило, тема, и все уже спрашивали мне, говорят, Виктор, сегодня какая-то будет, наверное, глубокая, особенная тема, какой-нибудь рассказ. Вы знаете, я хочу сегодня сделать такую проповедь, где, наверное, будет больше вопросов, чем ответов. Но я хочу с вами быть в этот вечер очень честным. И вообще-то пасторы, проповедники часто боятся заканчивать свои проповеди на вопросительном знаке. Как бы традиционно считается, и об этом мучает искусство проповеди, что проповедь должна заканчиваться на восклицательном знаке, на каких-то ярких, сильных утверждениях, которые люди бы взяли с собой домой. Это помогло им следовать за Иисусом Христом. Но когда я вот смотрю в Евангелие, я вижу, что сам Иисус часто не боялся оставлять людей в недоумении. Например, он в одной из своей проповеди рассказал кучу историй, то, что в Библии называется притчами, о Царстве Небесном. Много историй, связанных с Царством Небесным. Это и семя, это и нефть, это и жемчужина. И более того, он даже никаких ясных и четких выводов не сделал. Просто рассказал кучу историй и ушел. И уже помните, ближайшие его ученики, они спрашивали его, говорили, Иисус, а к чему это вообще притчи-то были? Ну, интересно, там, сеятель семя сеет. А кто такой сеятель? Что он там сеял? Зачем сеял? Мы ничего не поняли. То есть, это уже было после собрания, после проповеди. И одну эту притчу он своим ученикам после проповеди пояснил. То есть, он не боялся их оставлять с каким-то определенным вопросом. Поэтому, если кто-то из вас, может быть, сегодня выйдет с этого собрания с вопросом, я за это не переживаю. И более того, я даже не думаю, что, может быть, ты в скором будущем получишь ответ. Может быть, через пять, через десять, через двадцать лет ты вспомнишь, о чем мы здесь говорили. И это поможет тебе в тот период твоей жизни. Я хочу начать вместе с вами с первого послания апостола Павла к Тимофею с шестой главы. Очень знаменитое местописание. Особенно, наверное, знаменит 1 Тимофею 6.6. Знаменитые слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Посмотри на своего соседа. Он довольный? Довольный. А соседа с другой стороны, посмотри, он благочестивый? Кто посчитал, что здесь довольных больше, чем благочестивых, а? Хорошо, дальше. «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол, подводит такой итог апостол Павел, есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вы знаете, как правило, когда я еду домой, вот после рабочего дня, у меня вот здесь, в центре города, рабочий день проходит, а дом на самой окраине находится. И вот я еду, ну где-то вот, если пробка большая, около часа, если маленькая, около получаса еду домой. И вы знаете, часто я за собой такую вещь наблюдаю. Я вдруг приезжаю домой, выхожу из машины и начинаю задумываться, а как я домой приехал? Я был за рулем. Думаю, я по какой дороге сейчас ехал? Потому что есть три дороги, по которым я могу приехать к себе в дом. Три таких пути основных. Я думаю, я сейчас по какому пути ехал? Я начинаю вспоминать. Ты скажешь, что с тобой было? Со мной было все нормально. Просто я сижу, еду в машине, о чем-то своем думаю и еду просто с потоком машин. Когда все останавливаются, я останавливаюсь. Когда все трогаются, я трогаюсь. То есть я еду словно на каком-то автопилоте. И если ты спросишь меня, Виктор, ты сейчас на какой светофор тронулся? Это был зеленый или он мигал, уже там желтый был? Я скажу, я не знаю. Почему? Я не обращал внимания ни на какой светофор. Я просто ехал со всеми. И то, что я вам рассказываю, это типичный водитель, который едет по одному и тому же маршруту из дня в день. И ты уже едешь на автопилоте, ты едешь с общим потоком. Ты особо там не обращаешь внимания на знаки, на светофоры, на какие-то дороги. Ты примерно едешь, и уже дома я часто думаю, как я приехал сюда, по какой дороге ехал. Вот вообще. Про светофоры даже и спрашивать не надо, какой был свет светофора. К чему я это говорю? К тому, что очень часто мы точно так же и едем по этой жизни. Мы особо не обращаем внимания на то, что происходит. Мы обращаем внимание только на общий поток. Вот все туда, и я туда еду. Все поступают так, ну и я поступаю так, этак, я этак. А спроси тебя, почему ты именно вот так поступил? Почему ты именно такое решение принял? Ты даже ответить не сможешь. Ты просто двигался с общим потоком. И вот то вступление, которое я вам хочу сказать, вы знаете, вот я недавно увидел интересные такие цифры. За последние 100 лет, ну 100-150 лет, вот за последний век, население выросло примерно в 7 раз. То есть за 100-150 лет в 7 раз. С 1 миллиарда до 7, сейчас уже с лишним миллиардов выросло. И при этом эффективность производства выросла на порядке. То есть развитие технологий, развитие разной техники не в 7 раз, на порядке больше. И по сути сейчас такие технологии есть, такая техника, так наука далеко шагнула. А население, ну не так сильно прибавилось, как выросла технология, то по идее сейчас большинство людей должны работать намного меньше, чем работали раньше. Потому что если так много технологий, все так роботизировано, так выросло производство, эффективность производства, там благодаря каким-то химическим открытиям. Там столько сегодня урожаев собираются, что по идее сегодня все люди должны быть обеспечены жильем. Все люди должны сытно и вкусно питаться. Все люди должны не испытывать никакого недостатка в одежде, в каких-то вот необходимых вещах. Однако мы видим, что все происходит далеко не так. Наоборот, сегодня людям, чтобы выжить, приходится работать порой больше, чем люди работали 100 лет назад. Хотя даже медики утверждают, что человек в сутки эффективно может трудиться не более 4 часов. Я там читал исследования, где утверждали, что при современной технике, при современной развитой технологии, вообще люди не должны работать больше часа в день. И это будет достаточно, чтобы были обеспечены все нужды. Однако мы видим, совсем другая картина происходит. Постоянно возникает, знаете, есть такие умные слова, там всякие, инфляция. И вот что такое инфляция? Это когда зарплата остается такой же, а цены в магазинах растут. Или, скажем так, зарплата растет, но не сильно, а цены растут, но сильно растут. И ты живешь и на те же самые деньги, которые ты заработал за тот же самый труд. Ты приходишь в магазин, и ты уже не можешь столько купить, сколько ты покупал, например, лет 5 назад. Вот что такое инфляция происходит, да? Вот что происходит сегодня. И вот я такую интересную вам цитату приведу. У Гёта есть такие слова. В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. А если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вы знаете, такое чувство, что словно кто-то заинтересован, чтобы у нас с тобой было меньше и меньше свободного времени. Чтобы большую часть времени мы проводили где-то там на производстве, где-то на работах, работая по многу-многу-многу часов. Хотя, по сути, ведь если бы мы работали там не так много, было бы больше времени там на образование, на занятия с детьми, на размышления. Ну, словно как будто никто не хочет, чтобы ты там имел свободное время, ты размышлял, тебя нужно по полной задействовать. И даже когда ты уже устал и пришел после долгого рабочего дня к себе домой, а сейчас во многих производствах там не восьмичасовой день, а там десяти-двенадцатичасовой день, да? И вот пришел домой, куча всевозможных там шоу-программ, ток-шоу, развлекательных передач, каких-то мыльных сериалов всевозможных, чтобы ты просто сидел вот там какое-то время перед сном, он повеселился немножко, лег спать, утром встал и опять пошел на свою работу. И, как правило, если вы поспрашиваете, вот молодежная конференция у большинства родителей, кому, кто бы хотел ходить на свою работу, кому нравится его работа, большинству людей не нравится, но он проводит большую часть своей жизни, не считая сна, там, где ему не нравится, по многу-помногу часов, делая все время одно и то же, одно и то же, одно и то же, чтобы ты не думал, чтобы ты как бы был максимально занят. Если вы помните историю, вроде бы давно прошел рабовладельческий строй, да, мужей, но такое чувство, что рабовладельческий строй прошел, а рабство не прошло. И большинство людей сегодня, вроде бы никто с плеткой не стоит над ними, и никто не заставляет его идти, но он не может не работать, и он вынужден большую часть своего времени, которое он бодрствует, как раб проводить на каких-то нелюбимых делах, делая то, что ему часто абсолютно безразлично, и он вот это делает, это делает, это делает изо дня в день, из недели в неделю. И у меня возникает вопрос, а не рабство ли это? Не превращаемся ли мы в обычных рабов? Возникает вопрос, а для чего же нам столько работать? Кто же нас заставляет столько работать? Вы знаете, я считаю, что есть две вещи, которые нас прежде всего заставляют работать. Самая первая вещь, которая, конечно, известна для всех вас, да, это постоянная реклама, которая сегодня лезет на нас из всех щелей. И цель рекламы словно как бы заставить тебя приобретать якобы то, что тебе нужно, чтобы соответствовать какому-то определенному там статусу, или уровню, или какому-то такому положению, какому-то такому мифическому, или какой-то моде, которая вот якобы сейчас есть, и именно надо ей соответствовать. То есть как будто тебе навязываются определенные какие-то стандарты. Вот если у тебя будет это, твоя жизнь будет полноценной. И на нас постоянно какие-то лезут рекламные слоганы. Я вот специально попросил ребят с нашей команды подобрать некоторые рекламы популярные. Можно, да, вот, вот смотрите, да. Вот у нас конференция называется, молодежь получила, живи здесь и сейчас. Пепси-кола, она уже давно хочет, чтобы все жили сейчас. Live for now. Значит, хочешь жить сейчас, пей пепси-колу. Можешь не ехать на конференцию. Выпьешь пепси-колу, будешь такой же счастливой, как вон четыре девицы, которые, видно, напились пепси-колы, и у них все хорошо, да. Еще какая, какой-то. Вот, это уже другая корпорация, Кока-кола. Лето к нам приходит, лето к нам приходит. А если не пьешь, и лета никакого нет. Вот не пьете Кока-колу, вот у нас на Урале зима до сих пор, сегодня снежок с утра. Всем купить по бутылочке, и завтра же у нас уже тепло будет, правильно? Лето к нам приходит. Еще, еще одна. О, вот эта реклама, акция, купи два бургера, и третий тоже купи, да. Юмор тоже не чушь, рекламной корпорации, всем бургеры, все будем жевать, все будем такими же, как бургеры, все будем счастливыми. Новая Тойота, да, воплощает мои мечты. У кого из вас есть мечты, есть в жизни, да? Ну, у всех почти есть. Вот она воплощает ваши мечты. Как в старом анекдоте, евреи не верьте. Я ездил на ней, ничего она не воплощает, никакие мечты не воплощает. Есть немало машин, которые лучше, но и они тоже ничего не воплощают, понимаете? Ну вот мечта, это такое, знаешь, сладкое слово, мечта. И ты вот смотришь, и там кто-то из темноты на тебя едет, воплощатель твоей мечты. Еще какая-то есть реклама? А вот еще мечты воплощают. Маслохозяюшка. Вообще есть нельзя. Ядовитый маргарин, транс жиры, губит здоровье. Но мечты сбываются. Масло хозяйки, да? Мечта хозяйки. Вот какое-то там еще. Есть еще какая-то там реклама? А вот, будь мужчиной, купи. Но это старая реклама, старая реклама. Купи жене айфон четвертый. Вы знаете, мы последний раз встречались с Михаилом Накарашвили, не так давно, в Калифорнии это было. Мы случайно с ним жили в одной гостинице. Надо же было в Америке быть в одном городе и жить в одной гостинице случайно. Они там были со всей командой, у них были гастроли. А я без команды гастролировал. И я не знаю, как там Михаил, как раз вот только уже не так давно вышел уже новый айфон, айфон десятый. И мне все говорили, ты, наверное, купишь себе айфон десятый, сейчас у нас все покупают. Я говорю, да нет вообще-то, не собираюсь. Они говорят, а у тебя какой айфон? У меня айфон, ну, слава богу, не четыре, но шестой. У меня шестой айфон. Он говорит, так шестой айфон, он четыре года назад вышел. Это же 2014 года еще айфон. Я говорю, ну да. Они говорят, да купи себе новый. Я говорю, а зачем? Они говорят, ну как зачем? Вот зачем? Пикселей больше. Опций больше. Я вам скажу честно, я тут опций даже не знаю. Вот у меня вот есть айфон, да какие тут, какие тут опции? Вот я открываю телефон, он мне показывает, что завтра будет. Вот у меня планы на завтра. Знаете, какие планы на завтра? Что завтра будет? У меня четыре события на завтра. Первое вербное воскресенье завтра. Ну, мы христиане, в принципе, нас касается. Вот. Завтра день смеха, у меня по плану. Первое апреля, день смеха. День рождения Дмитрия Шлетгауэра. Знаете такого? В Питере музыкант, да? Кто знает, позвоните, поздравьте ему. Я напомню вам завтра. Я ему тоже позвоню завтра. Вот. И молодежная конференция с утра Михаил на Карашвиле. Вот четыре события у меня вот это. Вот. Все, что мне нужно, все события мне показал. Я не думаю, что айфон 10 покажет пять событий. Ну, ты скажешь, Виктор, ну ты же пастор. Ты же нормальный, современный пастор. Ты даже, он вышел, он в кроссовках такой, модный такой, в кроссовках вышел. Не как там в галстуках там эти консерваторы. Нормально вышел. Тебе телефон нужен нормальный. Ну, нет денег на десятый. Ну, купи хотя бы восьмой себе. А зачем? Вот вы скажите хоть одну причину. Зачем? Ну, скажешь, ну, он уже не такой. Уже этот можно дешево купить. Ну, слава богу, меньше шансов, что своруют. Зачем? Покупать. Но тебе как будто навязывают, что ты должен это купить. И купить себе этот айфон. Эти новые айфоны, он там под 100 тысяч сейчас стоит, по-моему, да? Под 100 тысяч рублей он стоит. Это сколько нужно работать? То есть, понимаешь, чтобы ты работал каждый день по многу, тебе нужно навязать ради чего? Потому что, по сути, все необходимое. Ты можешь работать за меньшее время. Но тебе же надо тебя задействовать. Ты же раб. А раб должен работать. А как тебя заставить? Сейчас с плетками не будут ходить. Права человека. Нужно же как-то в обход твоих этих прав заставить. Как? Вот так вот. Вот, вот, купи, будь мужчиной, купи айфон там. Где тут эта реклама? Вот, купи айфон. Там еще какая-нибудь есть? Вот. А еще, знаете, я тут интересный нашел, правда, ролик про рекламу Сникерса. Можно показать? Видели его? Приходит Белка, смотрит, все на работе Белки в колесе. Один остановился, заметьте, стал человеком сразу. А Белка говорит, нечего тебе быть человеком. Съешь Сникерс и снова давай по шее. Нужно больше арахиса. Новый Сникерс. Еще больше арахиса. Мне кажется, эту рекламу сделал какой-то диверсант. Потому что он в этой рекламе выложил все карты, для чего они делают рекламу. Потому что всем, чтобы ты пришел куда-то в офис там и начал вот это вот, 8 часов, как Белка в колесе. Не помешь, что, не помешь, для кого там. Все там ругают, начальник недоволен. И ты вот бегаешь, отрабатываешь. Тут раз, уже сил нет. И сразу из Белки в человека превратился. Думать начал. Начинаешь думать. Но тут же появляется твой другом, какая-то другая Белка отдает тебе Сникерс. И снова погнал, 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 погнал. Процесс не должен превращаться, прекращаться. Он должен постоянно, постоянно продолжаться. И вот это идет, смотрите, изо дня в день доходит до того, что эти ужасные случаи, когда там в Китае кто-то чуть ли не почки продавал, чтобы купить себе новые гаджеты, новые какие-то. Причем через год эти гаджеты уже устареют, а почки-то нет. Мышление рабов, словно вот разум промыт, мышление промыто, заставляет тебя постоянно приобретать огромную кучу вещей. Тут же мода возникает. Есть хорошие вещи, но уже не модные. Давай все выбрасывай для бедных, сдай или еще что-то. И купи себе новые вещи, модные вещи, хорошие вещи. Есть еще второй способ. И вы знаете, второй способ, это когда так называемое планируемое устаревание вещей. И сегодня далеко не каждый задумывается. Но ведь происходит так, вот подумайте, зачем тебе продавать хорошую вещь? Если тебе продашь хорошую вещь, ты же ей сможешь пользоваться всю жизнь, и корпорация останется без прибыли. А ты раб, ты должен работать на новые вещи. Поэтому нужно сделать так, чтобы вещи быстро устаревали и ломались. Я помню, когда в 80-е годы, в конце 80-х, тогда еще многие из вас даже еще не пришли на эту землю, где-то были в планах Господа на небесах. Я уже тут был. И я помню, когда все говорили о японских машинах, и говорили машины, где двигатель миллионник. То есть эта машина, у которой двигатель без всякого ремонта может проехать миллион километров. Миллион километров. Сегодня прошло время, чудо произошло с той же самой Тойотой и другими японскими мечтами. Они проходят 100 тысяч и начинают разваливаться, начинают сыпаться. Для чего это? Во-первых, чтобы ты тратился на запчасти, на детали. А потом, чтобы ты, ну так, 2-3 года поездил и купил себе новую машину, новую мечту, которая бы не разваливалась. И таким образом ты снова пашешь на новую модель, на новую машину. И так происходит везде. Я думаю, некоторые из вас читали, как в начале 2000-х годов, это был 2001 год, праздновали в Калифорнии столетие одной лампочки, которая висела в пожарной, и до сих пор висит в пожарной части. Я даже ее фотографию вам могу показать. Лампочка в пожарной части. Это легендарная лампочка. Она висит с 1901 года и все время горит. Ее отключали за 100 лет всего два раза. Один раз, когда пожарная часть переезжала, да? А другой раз, когда электричество вырубали на несколько часов, и она не горела. Все остальное время эта лампочка горела и до сих пор горит. Вот уже в этом году 117 лет горит лампочка. Вопрос, зачем делать такие лампочки? Ты купишь несколько лампочек, и тебе до конца твоей жизни хватит. И еще детям твоим хватит. Поэтому делают лампочки на так называемые 100 часов. Точнее, 1000 часов. Там, кстати, микроэлементы. И все, 1000 часов, и все, хватит. Иди, беги за новой лампочкой. Потому что ты раб, и раб должен работать. Раб должен постоянно отрабатывать, постоянно пахать. На новую машину, на новую лампочку, на новую модную кофточку, на новый модный айфон. На все постоянно новое, новое, новое. И люди сегодня словно пропитаны этим духом потребительства. Когда надо, надо больше, 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 больше. Я специально сегодня утром, когда готовился, один ролик смонтировал. Вы знаете, ролик, который про разные скидки. Вы знаете, в Америке есть много разных скидок. Там, черная пятница, там, светлый понедельник, там, скидочная среда, бесплатный четверг. И вот в эти дни много товаров по бросовым ценам продают. И посмотрите, вот ролик репортажа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тогда они смогут понять, что не в этом ответ Но нам кажется, что мы же не богатые, мы же не такие знаменитые Джиму Керри легко говорить, что нам нужно, разбогатеем, тогда сами узнаем Больше, 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 и поскольку часто денег нет, а рабом ты все равно должен быть Возникает банковская система, как может быть инфляция, если по идее все вещи в мире должны дешеветь Технологии все больше развиваются, роботов все больше и больше, по идее вещи должны быть все дешевле и дешевле Сегодня такие вещи, мы вот покупаем супругой игрушки нашему сыну, такие яркие на витринах, купишь, они ломаются через полчаса, это просто мусор, это просто барахло И часто даже жалко на это деньги тратить, но тут опять банковская система приходит тебе на выручку, говорит, ничего, покупай сейчас, заплатишь Потом, и тебе дают потребительские кредиты всевозможные Люди сегодня набирают кредиты на телефоны, на панели, на телевизоры, на там какие-то новые приставки игровые Набирают сумасшедшие проценты всевозможные потребительские кредиты, чтобы вот эту обставить свою жизнь Кучей совершенно ненужного барахла, который якобы делает тебя модным современным человеком 21 века И они живут в этом рабстве, они прообещены, ради этого они вынуждены каждый день ходить на эти нелюбимые работы Пахать там с утра до вечера, отрабатывая деньги, потом возвращая деньги с большими процентами этим всевозможным банком И все как бы кажется для людей, для людей, для людей Мы живем в таких мифах, что это все для людей, это же для нас делается, драгоценные Нас хотят с вами просто-напросто сделать обычными рабами Это не для нас нужно, это нужно для тех, кто получает выгоду Потому что если это было бы для нас, вы знаете, я некоторое время назад наткнулся на одну цифру Я скажу честно, не знаю, насколько эта цифра верна Но что в прошлом году в нашей стране было потрачено большое количество миллионов долларов Для уничтожения санкционных продуктов Раньше мы только такое про Запад слышали, про Америку, что у них во времена Великой депрессии Когда люди голодали, капиталисты, министры-капиталисты Ради своей прибыли уничтожали продукты, чтобы не снижать цены А люди умирали от голода Мы сегодня видим у нас, поездите по Уралу Какое огромное количество людей, которые живут буквально на грани выживания И при этом постоянно уничтожаются продукты У нас недавно, вот около Челябинска, было уничтожено несколько тонн отличных груш Ради нас это было сделано? Или ради каких-то прибыли? Нет, они ничего не дадут тебе бесплатно Чтобы ты наелся, чтобы тебе было хорошо Да нет, цель только, чтобы сделать из тебя и из меня обычных рабов Которые должны пахать на эти всевозможные системы На эти всевозможные корпорации И эти системы, они вот выстроены И, к сожалению, религия, в том числе христианская религия Во многом стала частью этой же системы И вот в этой системе все находятся И мы, как вот я рассказывал вам в самом начале Со всеми плывем в этом потоке Почему мы плывем? Почему мы так должны ехать? Почему мы тут останавливаемся? А тут едем, не знаю почему Все так делают И мы так делаем Все так едут Ну и мы так едем Что я такой? Я человек маленький Что? Что я могу? Я вам хочу слова матери Терезы провести Мать Тереза как-то сказала Если бы все те деньги Которые вкладываются в изобретение способов убийства людей Всевозможные ракеты, танки Опять говорят про гонку вооружений Это же миллиарды долларов Если бы все эти деньги Мать Тереза сказала Использовались для того, чтобы накормить Приютить и воспитать людей Каким прекрасным мог быть бы мир Но эти деньги никогда не пойдут на это Чтобы накормить кого-то Ну там мать Тереза там что-то делает И еще кто-то делает Но большинство не заинтересованы в этом Чтобы люди были сыты Были счастливы Были довольны Да нет Мы должны быть рабами с вами Мы должны работать Отрабатывать вот эти побрякушки Эти новые гаджеты Эти новые приставки Новые панели Это куча этой мишуры Которая очень быстро ломается Быстро выходит из строя Сегодня даже уже ничего не ремонтируется Купить новую вещь выгоднее Чем даже ремонтировать старую Такие блоки сегодня даже в машинах делают Чтобы они были незаменимы Чтобы ты сразу новую машину покупал А не ремонтировал старую Потому что ты раб А раб должен работать И ты должен как можно больше работать Отрабатывая эту кучу Постоянных ненужных вещей И возникает вопрос А как же быть нам с вами? Ну как же? Что теперь? Что делать-то? Стать всем монахами? Я специально... Картинка есть там где баланс? Одну картинку вам хочу показать Стать всем монахами Я помню как-то думаю Я когда обо всем этом как-то думал Я сказал жене, знаешь, говорю Диан, я наверное брошу все Уйду куда-нибудь на гору И буду там молиться сидеть Не нужно мне тут жить Через некоторое время у нас родился сын И я понял, что еще не время мне уходить на гору Нужно еще одного человека вырастить Смотрите, с одной стороны Монахом быть, уйти Ничего не покупать Ходить, знаете, в велигах В лохмотьях Или вот быть человеком потребления И вот я тут хочу прочитать вам Из 30-й главы книги притч Слова мудреца Очень мудрые слова Над ними часто смеются Харизматические проповедники Я признаюсь, в начале 90-х Я сам смеялся над этими словами Потом я понял, что смешные были не слова Смешной был я Смотрите, седьмой стих Двух вещей я прошу у тебя Не откажи мне Прежде, нежели я умру Суету и ложь Суету и ложь Интересно очень Суета с ложью неразрывно связаны Вот эти люди Которые мы видели в роликах В суете Сносящие с полок Все увидимое Люди, живущие В полном мраке В полной лжи Суету и ложь Удали от меня Я думаю, первое Когда мы начинаем с вами Об этом думать Это уже первая Очень важная вещь Суету и ложь Удали от меня Нищеты и богатства Не давай мне Питай меня Насущным хлебом И можно снова картинку Лично я Ты скажешь, пастор Вот ты говоришь Вопросов больше А ты как для себя ответил Я для себя вот выбираю Вот этот путь О котором здесь мудрец пишет В 30-й Голове книги Притч Две крайности Богатство Другая крайность Нищета Нет, конечно же Мы Нуждаемся в определенных вещах Мы нуждаемся в одежде Мы нуждаемся в питании Мы нуждаемся в жилье Это три базовые вещи Жилье Питание И одежда Ну, конечно, еще есть другие Наши нужды Но есть основные вещи Есть основные вещи Которые нам необходимы Но эти необходимые вещи То есть Крайность Нищета Она не нужна Путь отшельничества Библия не учит этому Есть, конечно, сподвижники И были такие в истории христианства Но это не то, куда нас лично призывал Иисус Христос Это крайность Но есть и другая крайность Которая сегодня для нас Для современных христиан А, к сожалению, современное богословие Даже богатство Одело в библейские одежды И есть немало проповедников Которые утверждают Что верующие должны быть богатыми Они должны на своих яхтах Самолетах летать Очень много об этом сегодня проповедуется К сожалению И говорится Я как-то слушал выступление Основательно Дома коммерсант Владимира Яковлева И Яковлев сказал Я, говорит, когда был богатым человеком Я, говорит, увидел такую вещь Говорит, что Богатство Оно, конечно, дает тебе Определенные возможности Оно дает тебе Определенные блага Но ту цену Которую ты платишь За это богатство Все эти блага Не стоят той цены Что ты за это платишь И Яковлев, он сделал такой вывод Очень близкий к тому Что написал Агур Он говорит Нищеты и богатства Не давай То есть Нужно жить в достатке Но не бегать За этими вещами Которые порабощают тебя Не гнаться За этой постоянной модой Чтобы постоянно быть в тренде Быть в мейнстриме Иначе ты будешь жить В этой суете и лжи Думая, что ты этим служишь Богу На самом деле Ты этим будешь служить Только своей похоти И только своей человеческой плоти И вот эти две крайности Нищета и богатство Избави, Боже, от обоих этих крайностей Потому что это рабство И нищета это рабство И богатство это рабство Но есть на самом деле Вот этот путь Когда ты понимаешь Что тебе на самом деле нужно Когда ты понимаешь Что да, у тебя хороший телефон Ты даже всех его функций Не используешь И фотографии, которые он делает Он может быть не делает Как последний десятый айфон Но поверьте мне Для инстаграма вполне хватает Этого качества Для фейсбука вполне хватает И даже, как ни странно Для контакта хватает Больше я нигде фотографии не пущу Вот Поэтому, понимаете Его хватает для нашей обычной жизни И цель часто дьявола Мы ищем дьявола Порой не там, где он есть Дьявол во всем этом В так называемом Обществе потребления С ложными ценностями С ложными целями Которые пытаются тебя В общей толпе Направить туда Куда тебе на самом деле не надо Только для того, чтобы сделать Для тебя Из тебя раба Раба вещей Раба потребления Раба, который Почти всю свою жизнь Пашет и пашет Пашет и пашет Пашет и пашет И в итоге Ни с чем остается Я недавно общался с одним человеком Он говорит Виктор Я двадцать с лишним лет Проработал на ВАЗе На нашем заводе там В Тольятти Он говорит Я был бедным Когда начал работать Я недавно уволился Я точно такой же бедный человек Ничего не заработал Двадцать лет пахал От звонка И до звонка Ничего не заработал А это раб Рабы Ничего не зарабатывают Не цель для раба заработать Раба нужно использовать Использовать И поэтому драгоценные Вот Мудрец нам говорит Нищеты и богатства Не давай мне Но конечно же Я хотел бы Вернуться к словам Иисуса Христа И давайте откроем Евангелие от Луки Двенадцатую главу Мне иногда кажется Что современная церковь Специально проповедует О чем угодно Но только не о том О чем в действительности Учил Иисус Христос Потому что Чем больше я служу Богу Чем больше я служу пастором В церкви Тем больше я понимаю Глубину Именно учений И слов Иисуса Христа Там может быть Не так много теологии Как в посланиях апостола Павла Зато там так много жизни И вот посмотрите Лука двенадцатая голова Двадцать второй стих Когда Иисус Говорит своим ученикам Посему Говорю вам Не заботьтесь Для души вашей Что есть Не для тела Во что одеться Душа Больше пищи И тело Одежды Неоднократно Иисус повторял Что Вот одна из вещей Которые делают людей Рабами Это постоянная Озабоченность И жизнь В страхе Из-за того Что ты постоянно Озабочен А что мы будем делать А как завтра поедем А где будет это А где будет это Иисус как раз И учил Что нужно жить Здесь и сейчас Он говорил Не заботьтесь О завтрашнем дне У меня есть планы У меня есть цели Там есть некоторые поездки Но одно дело Что-то планировать А другое дело Заботиться Когда ты живешь В будущем Сегодня огромное количество людей Живут не сейчас И не здесь А живут в будущем Конечно же мы все планируем У тебя может быть Какая-то поездка Я думаю Те приезжие гости Которые приехали На конференцию В Екатеринбург У вас запланирована Поездка домой Кто-то на машине Кто-то на автобусе Вы с кем-то договорились Купили билет Это нормально Но когда люди живут В заботах Они живут только в будущем Их нет здесь и сейчас Они постоянно живут В ожидании Сегодня огромное количество Христиан Не переживают Реальных Реального Божьего присутствия Хотя мы можем Пережить Господа В любой момент Главная проблема Почему мы не переживаем Божьей славы А потому что Мы живем в будущем Мы живем Какими-то ожиданиями Вот Приедет там Какой-нибудь Великий помазанник В нашу церковь Вау Слава Божья придет Или там Куда-нибудь На конференцию великую Поеду Или в какую-нибудь Библейскую школу Лучше подальше Подальше Потому что Есть такое впечатление Что чем дальше Тем Бог сильнее действует Вот Куда-нибудь подальше Вообще лучше В какую-нибудь В другую страну уехать Или вообще За океан Куда-нибудь уехать И там тогда На меня нападет Божье присутствие И вот люди живут В этих мечтах Что однажды Пробуждение придет Однажды Тут все закаятся Однажды Тут все будут Исцеляться Хотя на самом деле Драгоценный Это великая ловушка И обман дьявола Бога Никогда не будет больше Потому что Он никогда не изменяется Он здесь И сейчас Точно такой же Как был Две тысячи лет назад Как он будет И в будущем Когда однажды Придет на земле На землю Но мы можем Переживать Его присутствие Прямо здесь И прямо сейчас Если откроем Свои сердца Перед ним И поэтому Иисус говорит Не заботься Не живи будущим Не живи этими Переживаниями Постоянными А вот там ЕГЭ у кого-то там А у кого-то там Нужно поступать уже А у кого-то еще И ты там весь В этих тревогах Ты весь в этом И тебя нет здесь Тебя нет сейчас Для тебя Настоящая жизнь Словно какой-то транзит Какому-то светлому будущему И это светлое будущее Никогда не настанет Завтра Всегда останется Взавтра У тебя никогда Не будет завтрашнего дня У тебя есть Только настоящее У тебя есть Этот день Иисус постоянно Своих учеников Учил Жить настоящим Живи здесь И живи сейчас И он говорит Смотрите Не заботьтесь Не заботьтесь Посмотрите на воронов Они не сеют Не жнут Нет у них Ни хранилищ Ни житниц И Бог питает их Сколько же вы лучше птиц Да и кто из вас Заботясь Может прибавить Себе роста Хотя на один Локоть Итак Если Если и малейшего Сделать не можете Что заботитесь О прочем Но наши Знаете Часто мысли Как вот эта белка Из рекламы Постоянно По кругу По кругу По кругу По кругу Вот что-то внутри нас Иногда ты что-то думаешь Придумал например Классно А бывает иногда ты думаешь Это такие мысли Они как будто бегают Никакого результата нет Толку нет Ты только Накручиваешь себя Накручиваешь 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 Я постоянно встречаюсь С христианами Которые так сильно Накручены Накручены Какими-то Какими-то вещами Они постоянно О чем-то беспокоятся Переживают Все время в волнениях Нервозы Депрессии Не случайно Врачи говорят Что депрессия Это грядущее Самое массовое Заболевание И причем Чем более Развитая страна Страна потребления Тем больше Там проблемы С депрессией Дальше Смотрите Посмотрите На лилии Иисус говорит Обрати внимание На настоящее Что вокруг тебя Скажут Лилии Что тут На них смотреть Посмотрите На лилии Как они растут Не трудятся Не придут Но говорю вам Что и Соломон Во всей славе своей Не одевался Так Как всякая Из них Если же Траву На поле Которая сегодня Есть А завтра Будет брошена В печь Бог так Одевает То коль Ме паче Вас Маловеры Вы знаете Вот Настолько ясно Иисус говорит Мы словно Видим И не замечаем Слушаем И ничего Не слышим Иисус говорит Смотрите Бог Позаботится О вас Позаботится О вас Вот Сколько Мы Прожили Вместе Своей супругой 26 лет В этом году Будет 27 лет Как мы уже Женаты Мы поженились 19 лет У нас в принципе Вся сознательная Жизнь Вместе Прошла Нас Бог Никогда Не оставлял У нас Были Трудные Периоды Но Всегда Бог Был С нами Мы Это Переживали И Моя жена Знает Что Я всегда Когда вижу Такие толпы Которые Куда-то Бегут Все время Ты скажешь Виктор Ну это Там Где-то В Америке Да и у нас Помнишь Где-то Где-то Мы были Там Что-то Бесплатное Давали То ли На площади Что-то Такое Кормили Кого-то Или Что-то Такое А Яблоки Это Где Было Мы Где-то Были В России И там Бесплатно Выдавали Яблоки И там А мы Случайно Оказались Там Была Такая Толпа Что Мы Чудом Убежали Не покалечившись Оттуда Помню Без Яблок Конечно Ну Здоровыми Были Вот То есть Вот Вот Это Постоянная Озабоченность Люди Как Безумные Бегают Безумные Носятся Ты можешь Быть Частью Этой Толпы Даже Не Понимая Что Ты Просто Являешься Обычным Рабом Которым Манипулируют В разум Которого Внедряют Через Средства Массовой Информации Через Телевидение Всевозможные Идеи Которые Однажды Всплывают В твоей голове И ты думаешь О какая у меня Интересная Идея Это не твоя Идея Она была Тебе Привита Поэтому Я в нашей Церкви Всем говорю Не смотрите Телевидение Не потому Что там Вот там Телевизор Там что-то Такое Там просто Куча ерунды Вы будете Промыты Этой Грязью Если уж там Что-то хочешь Посмотреть Лучше что-нибудь На ютубе Посмотреть Там ты хотя бы Можешь Выбирать А тут тебе Словно вот Сеют В твою голову Ненависть И агрессию Потребительство Постоянная реклама Что тебе нужно Это Тебе нужно То И ты живешь И тебе кажется Что ты управляешь Своей жизнью А ты уже давно Стал рабом Которым Давным-давно Манипулируют И управляют Другие И поэтому Иисус говорит Не заботьтесь Таким образом Ты лишишь Их Этих Кнопочек На которые Не могут давить Чтобы тобой управлять Итак 29 стих Не ищите Что вам есть Или что пить И не беспокойтесь Потому что Всего этого Ищут люди Мира Всего Вас же Отец Знает Что вы Имеете Нужду в этом Наипаче Ищите Царствие Божьего И это Все Приложится Вам И вы знаете Иисус Иисус делает Такой вывод Он говорит Направление жизни Человека То Что мы должны Искать То к чему Мы должны Стремиться Это вот не все То что нам Навязывает этот мир Это Царство Божье А это Царство Божье Оно Не за горами Не за долами Не нужно Никуда лететь Не нужно Даже ехать Даже пешком Ити никуда Не нужно Оно Внутри Вас Есть Все самое важное Все самое Ценное Все самое Необходимое Ты имеешь Внутри Я думаю Что главное Что делает Дьявол Он пытается Отвлечь тебя От того Что есть там На этот Внешний мир Чтобы ты Жил новыми Гаджетами Новыми Компьютерными Играми Дотой Какими-то Новыми баллами Жил во всем Этим там Ну нету там Негроман Хоть бы стримы Смотрел тогда И вот Жил в таком Вот этом мире Лишь бы Не заглядывал Туда Что находится Внутри тебя И я вот вам Скажу Пророчески Вот этого всего Будет все Больше И больше Больше И больше И большая Часть христиан Будет точно Так же Крутиться Вот во всем Том Что мы Сейчас с вами Видели И у каждого Из нас Есть выбор Я Каким путем Пойду Не случайно Иисус говорил Что Большинство Идут широким Путем И мы видим Этот широкий Путь Немногие Идут узким Путем Но именно Узкий Путь Когда ты Живешь В этом мире Но ты Не от мира Сего Ты не Даешь Миру Навязывать тебе Свои цели Свои планы Ты берешь Планы И цели Из царства Божьего Которое Находится Внутри Тебя Я хочу Закончить Очень важную Вещу Послушайте Мир Как бы он Красиво Не говорил Но вся Идеология Этого Мира Люби Вещи И для Этого Используй Людей Используй Людей Перешагивай Через Людей И любви Материальные Вещи Евангелие Учат Другому Люби Людей И Используй Вещи Да у нас Есть вещи Но мы Ими не служим Мы за ними Не гонимся Мы их Используем Точно так же А любим Мы Нашего Господа И любим Мы Наших Ближних И в самом Конце Я хочу Одно Прочесть Стихотворение У нас в церкви обычно привыкли Что если я что-то читаю Это либо Пушкин Либо Бродский Либо другие какие-то гениальные строки Пастернак А я недавно наткнулся на одно стихотворение Оно очень простое И написала наша современница Оксана Белкина И Сами строки Я вам честно скажу Они довольно незамысловаты Но вот то что в них Сказано Мне кажется Это настолько Актуально Для каждого из нас Послушайте Человек Бежит по жизни Не жалея ног Дом Работа Дом Работа Отбывая срок Выходные Передышка Отпуск Как привал Старость Пенсия Одышка Ты сюда бежал? Может Выбрал Изначально Ты Не тот Маршрут В семь утра Подъем Начальник Все ли так живут? Кто-то видит Солнце Звезды Почему не ты? Руководство Производство Не до красоты Некогда Вздохнуть Свободно Каждый день Некогда Вздохнуть Некогда Вздохнуть Свободно Каждый день Борьба За краюху Пенсионных Говоришь Судьба Может быть Если покорно Принимать Ее Душу Пичкая Снотворным Падать В забытье Ты для этого Родился И за этим Жил Счастье Ждал Мечтал Учился Верил И любил Если нет Тогда Пожалуй Свой Замедли Бег И начни Свой путь Сначала Новый Человек Библия Говорит Кто во Христе Тот новая Тварь Новое Творение Новый Человек Часто Христиане Утверждают Что да Вот мы В церкви И мы Новое Творение Однако Я Пастор С 26 Летним Стажем Могу Сказать Я столько В церквах Видел Старых Тварей Потому Что Не делает Нас Посещение Церкви Новым Творением Можно Ходить В церковь Но Жить Как Живет Этот Мир У Тебя Есть Выбор В жизни Каким путем Ты пойдешь Чему Ты позволишь Влиять На себя Формировать Твое Мышление Будешь Ты Тот Тем Человеком Который Умеет Критически Мыслить Который Фильтрует Кучу Информации Которая Каждый День Обрушивается На тебя Или Ты Просто Поедешь В общем Потоке Не думая Не обращая Внимания А если Какое-то Там И пробивается Мыслишка Что-то Не то Происходит То Заглушить Увеселительными Передачами Веселыми Ток-шоу Разоблачительными Сенсационными Там Видеопрограммами Всевозможными Лишь бы Вот так Ехать Ехать Но Милые Мои Большинство Из вас Вот вы Молодые Люди Вы Только Все Начинаете И часто За вас Уже Все Решили Я вот Смотрю На свою Жизнь Вы знаете Кто За меня Все Решил Кто За меня Все Решил Они Все Решили И я Словно Должен Участвовать В их Решениях А я Не Не Голосовал За Это Почему Когда Мне Исполнилось Два Года К Меня Отдали В Ясли И большую Часть Своей Жизни Я Был Без Родителей Я Их Видел Только По Вечерам А я Хотел Для Двухлетнего Ребенка Так Важно Быть С Папой И Мамой Когда Он Маленький Но Большую Часть Своей Жизни Я Провел Там В Яслях Почему А так Все Жили В То Время Все Жили Нужно Было Работать Некоторые Своих Детей В Ясельке Уже В год Отдавали А потом Когда Ясельки Кончились Меня Отдали В детский Сад И опять Я большую Часть Жизни Был В коллективе Где Меня Учили Слушаться Воспитателей Сидеть Играть В молчанку А если Ты что-то Пытаешься Проявить Тебя Говорили Ну-ка Давай Садись А потом Я пошел В школу И первого Сентября В первом Классе Я понял Как я попал А впереди Были 10 лет Отсидеть И я сидел И чему Ты скажешь Виктор Ты там получал Информацию Да драгоценное Давно уже установили Что вся та информация Которую мы получаем В школе Ее можно получить В течение Одного года То что мы делаем За эти 11 лет Там нас учили Информацию Нет Мы кучу учили Ненужных Там зубриледат Всевозможных Мы кучу там Занимались Какими ОБЖ Занимались Кучу времени проводили Нас учили Нужно делать так Как говорят тебе Учителя И награда Это получить пятерку Сиди Руку поднимай Нас учили Быть частью системы Чтобы ты привыкал С утра Ну ты еще маленький До полудня А потом уже до конца дня В старших классах Приходить И отсиживать Какое-то время Чтобы потом тебе Легче было Стать рабом Где-то на работе И пахать И пахать Вот она Система В которую мы вошли Мы не договаривались Мы словно в ней появились И мы живем По каким-то Вот этим законам Что так надо Вот так вот должно быть И мы еще куда-то пытаемся Сюда Евангелие наше Впихнуть Как-то вот Вот в эту всю систему Не понимая Что все Евангелие Оно показывает Как жить вне Этой системы Жить не по законам Системы этого мира А по законам Царства Божьего Я вам скажу честно У меня далеко Не на все вопросы Которые есть У меня внутри Есть четкие ответы Для себя Но я рад Что я по крайней мере Их себе Задаю Я по крайней мере Спрашиваю Я по крайней мере Не хочу Просто плыть В этом общем потоке Я хочу знать Куда я движусь Кто управляет Почему надо туда Поворачивать А не сюда Я хочу это осознавать И в этот вечер Я этим просто хочу Поделиться вместе с вами Потому что Вы едете в вашей машине И как вы будете ехать И что будет в вашей жизни Зависит от ваших решений И от вашего выбора Весь этот мир Во главе с дьяволом Попытается сделать все Чтобы ты стал Шурупиком Винтиком Колесиком В этой общем механизме В этой системе Чтобы ты крутился И не вякал Настанет твой срок Тебя заменят И другой там будет Крутиться и вертеться Хочешь быть этим винтиком Хочешь быть колесиком Но крутись Твой выбор Твой выбор Но есть другой путь И об этом говорит Евангелие Об этом говорит Иисус Христос Иисус Он не вписывался В эти рамки В эти системы Он не вписывался В это все Первые христиане Они также не вписывались Это путь Путь следования за Богом Он чего-то тебе Всегда будет стоить Но только Идя этим путем Ты можешь наслаждаться Восходами и закатами Ты можешь жить Здесь и сейчас Ты можешь переживать Удивительное Божье присутствие В своей жизни И ты поймешь Как сильно отличается Христианство Как религия От христианства Как единение С Иисусом Христом Я уже давно В своей жизни Ничего не хочу Иметь общего С христианством Как религии Я давно В религии христианской Разочаровался Нет там ничего хорошего Она обычная часть Этого мира И там очень мало Общего с настоящим Иисусом Христом С Его Словом И с Евангелем Но чем больше Я живу Чем больше Я хочу иметь Единение С Иисусом Христом С тем Кто был Есть и грядет Тот Кто вчера Сегодня И во веки Тот же Тот Иисус Который учит нас Любить Бога И любить ближних Не жить ради вещей Не жить ради корысти А жить Ради Божьего Царства Искать Его Всем сердцем Оно недалеко От каждого Из нас Давайте закроем глаза Всемогущий Господь Я благодарю Тебя За этот вечер Я поделился С этими драгоценными Молодыми людьми Тем Чем Ты в последнее время Наполняешь Мое сердце Я поделился Господи с ними И я молю Божьим Чтобы это слово Помогло Помогло им Не превратиться В рабов системы В рабов Которые вынуждены Пахать ради Иллюзорных целей Ради ненужных вещей Я молю Мой Бог Чтобы они учились Думать Учились Критическому мышлению Учились Рассуждать Господь Учились быть Не винтиками В механизме А детьми Божьими Которые прежде всего Имеют общение С небесным Отцом Едины в Отце Они в Отце И Отец в них И они в Дом И Святым Духом Потому что Все вводимые Духом Божьим Суть Сыны Божьей Помоги им Господи Помоги им Боже Найти те ответы Которые возможно Я еще не нашел В своей жизни Помоги им увидеть Те решения Те выходы Те пути Которые я возможно Еще не нашел Но я верю Мой Бог Ты поведешь их дальше Ты покажешь им Еще больше Я молю Чтобы они были Настоящими Они были настоящими Они были Честными Перед Богом И перед собой Я молю Мой Бог Чтобы они не играли В христианство Потому что Христианская религия Это обычная игра Христианская религия Это обычная часть Этого мира Господь Но я молю Мой Бог Чтобы они были Едины со Христом Христианская религия Смешна Но Ты Иисус Ты велик И Твое слово Никогда не устаревает Оно пребывает Вовек Ибо Ты есть Путь Истина И жизнь И я молю Божия За каждого из них Чтобы они имели Как можно больше Общего Единого С Твоим путем С Твоей истину И как можно больше Наполнялись Твоей жизнью Господи Жизнь Мой Бог Чтобы они в этой жизни Занимались тем Что на самом деле Любят Тем во что на самом деле Верят Чтобы они знали Что то что они будут делать Может быть кто-то из них Будет в разных сферах жизни Но чтобы то что они делали Было настоящим И было для людей Чтобы они не использовали Людей И любили вещи И любили материальные богатства А они любили людей И служили этим Богатством И материальными вещами Людям Во имя Иисуса Христа Сделай Божия Правильные ориентиры В нашей жизни И в нашем сердце Во имя Иисуса Христа Благослови Иисус Благослови Иисус Благослови Иисус Благослови Иисус И я молю Божия Особенно сейчас за тех Кому в жизни предстоит Сделать какое-то важное решение Или выбор И возможно он сейчас Находится на Перекрестке И не знает какой путь выбрать Дух Святой Наполни его Покажи ему тот путь Который бы соответствовал Его меще Его сердцу Путь не ради корысти Каким бы может быть модным Он не казался А путь ради любви Даже если это порой Невыгодно Господь Но в конечном счете Выбор любви Это самое правильное решение Потому что Это тот выбор Который делаешь ты Благослови Господь Благослови Иисус Благослови Иисус Благослови Иисус Я молю Мой Бог Чтобы наши церкви Были не частью этой системы Системы этого мира А были частью Божьего Царства Чтобы наша церковь Это было местом Где Все подчинено Тебе А ты есть любовь Быть молодым В 20 лет Это хорошо Но это получается Само собой А оставаться молодым В 30 В 40 В 50 В 60 лет Вот это что-то Тебя требует И вот то что у вас есть внутри Мечтание Честность Не растеряйте это в пути Вот настоящее Потому что этот мир Так переделывается Что люди Настолько изменяются Бывают уже смотришь И узнать нельзя Узнать нельзя Словно мир берет в оборот И приходится делать Столько компромиссов Столько всяких Ужасных решений Что от прежнего Честного Горячего Молодого Верующего Словно уже ничего не остается Просто ты видишь перед собой Винтик Механизма Более успешный Менее успешный Но обычный винтик Не превратитесь Вот в эти винтики Останьтесь Вот этими Молодыми Горячими Честными Мечтающими Жаждущими И любящими Самое главное Любящим Бога Любящим ближнего Всемогущий Господь Я молю Тебя Чтобы воистину Мы были настоящим Телом Христовым Церковью Которая соединена Друг с другом Связями Церковью Которая соединена Друг с другом Господь Живым Живыми Этими связями Чтобы мы были Живым Организмом Господь Живым Телом Во имя Иисуса Христа Настоящими Господь Живыми Благослови Господь Их Чтобы они Сохранили В себе Эту жизнь Божью И приумножили Ее Господь Ты здесь И сейчас Ты на этом месте И мы открываем Перед Тобой Наши души Мы открываем Перед Тобой Наши сердца Боже Наполни Наполни нас Твою церковь Твое тело Господь Мы знаем Тот Кто в нас Сильнее Этого мира Мы не боимся Тот Кто в нас Больше Этого мира Потому что Мы служим Создателю Всего видимого И невидимого Царю царей И Господу Господствующим Царство Которого Находится В нас Христос В нас Упование Славы И я молю Боже Учи нас Как можно Больше Проявлять Христа В своей жизни И через Свою жизнь Чем больше Мы будем Являть Христа Тем меньше Мы будем Походить На этот Мертвый Погрехший Во грехах Мир Тем меньше Мы будем Соответствовать Этой Мертвой Системе Мира Этому Древнему Вавилону Который Пытается Манипулировать Нами Играть В футбол Нашей головой Но мы Не отдаем Нашу голову Для игры Вавилона Мы Боже Хотим Чтобы Наш разум Был Соединен С умом Христовым Чтобы Чтобы В нас Была Мудрость Нисходящая Свыше Благослови Господь Где бы Они Не оказались Куда бы Ты не повел Этих молодых Людей Кем бы Они Не стали В дальнейшем Чтобы В них Была Мудрость Свыше Мудрость Свыше В их Разуме И Любовь Божья В их Сердце Благослови 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 Иисус